Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Печуев. И сегодня по просьбе подписчиков ритуал чернокнижия русская или веритничество, как через хозяйку кладбища, и по сути это кладбищенская порча, и без огнея, так сказать, разрушить жизнь врага, сделать подклад или подсыпь и так далее, подкид. Да, это разработано мной уже сколько времени применялось, как говорится, по сути порча незаметная при просмотре, потому что все связи такие сжигаются. Действует, в принципе, в течение короткого времени, когда человек перешагивает или проходит даже мимо на радиусе, как бомбежечка, как говорится, так сказать. И у человека начинаются проблемы, понимаете, то есть проблемы начинаются в организме, проблемы с разумом, крыша едет у человека, человек не понимает, сомневается, чего он хочет от жизни и так далее. Потихонечку катится, как говорится, превращаясь в чмо и превращаясь в алкаша. Так, что нам понадобится для ритуала? Любой день. Можно и кладбищенскую землю сюда тоже добавить, но не обязательно. Вот, что нам понадобится, что мы делаем? Ну, можно, если есть кладбищенская земля, мы добавляем ее в баночку. Нам понадобится девять иголок. Девять иголок, запоминаем. Обычная церковная перевернутая свеча. Обращаемся к хозяйке кладбища и, допустим, ну, пока к кладбищенскую землю куда ходили, брали, допустим, откупили, откупились ее, да, взяв, вы можете обращаться там к хозяйке кладбища, потом принести и начать ритуал, так сказать, под вечер. И к бесу огнею обращаться, так сказать. Зажгли свечку и просим помочь в ритуале, просим наказать врага, причинить ему вред, его семье, его, как говорится, ну, в принципе, терпилок много и семья тоже виновата, по сути. Так, за то, что продолжают терпеть такое чудовище. Что нам понадобится? Девять листочков нам надо. На каждом листочке рисуем, можно карандашом простым, данный символ соединения беса огнея и соединения хозяйки смерти. Здесь мы пишем имя. Написали имя, вот, и протыкаем. Нам еще огнеупорное блюдо надо, вот. И протыкаем, естественно, иголкой в центр. В центр протыкаем. Естественно, представляю, что это врага мы протыкаем. Проткнули и сожгли на какой-то чашечке. Потом на еще одном. Так, девять листков нарисовали, проткнули, имя написали, сожгли. Девять иголок нам нужно, чтобы было сожжено с этим листочком. Получится зола такая проклятая. Вы ее добавляете сюда к кладбищенской земле. Потом, если есть, найдите кусочек мяса такой, немного подпорченный, небольшой. Запихните сюда тоже, вот. И сверху посыпьте красным перцем, очень острым красным перцем. Все это добавили, закрыли баночку и начинайте ее трясти. Просто трясите, пока свеча горит, да. И вы просите, ну, не знаете, что там, пока не догорит гигантская свеча, нет. Вы закрываете баночку, все это положили и трясете. Если есть привязки, тоже можете добавить. Вот, вы трясете в баночке обычной стеклянной, без рисунков и просите беса обару и хозяйку кладбища уничтожить жизнь врага. Свечка догорает до конца. Вот. Потом, что вы делаете дальше? Вы, свечка догорает, вы можете ее прилепить сюда, в принципе, или запихнуть внутрь. Запихните внутрь. Здесь другой вид магии немного. Вот. Ревенская. Вы это, так сказать, держите не просто так в банке, чтобы это не кололось, когда нести и так далее, пакет не порвался. Если где-то враг живет поблизости, то вытрясите банку, вытрясите из банки или разбейте банку там, где он живет. Вот. Или, если вы не знаете, где он живет, возле дороги, где он ездит, примерно на центральной дороге, разбейте банку или вытряхните из банку, если слишком палевно, так сказать, вас вдруг заметят, увидят и так далее. Ничего сложного, в принципе, нету. Действия вы увидите потом, как говорится, наблюдая или слушая окружающих людей, что с человеком происходит. Ну, сразу скажу, цвет лица у человека изменится, цвет, вообще, гормоны все полностью будут шалить, так сказать, железы очень сильненько, быстренько раскручиваются. Ну, что ж, всем удачи! Успех, с вами был Игорь Семчу. Вставьте лайки, подписывайтесь на канал, нам будет много чего интересного, делитесь видео, комментируйте и удачи!